В иллюминаторе вертолёта курорт как на ладони. Лучшего способа проверки города на чистоту нет. Пару лет назад на территории Сочи, а это чуть больше 3000 квадратных километров, ежегодно оседало несколько тысяч тонн мусора, как правило, строительного. Его сбрасывали компании, не заключившие договоры по утилизации отходов. В борьбу с этой проблемой мэрия включилась в начале прошлого года, когда насчитывалось более 200 стихийных свалок. Через пару месяцев показатели сократились больше, чем в 10 раз. В основном мусор оставался на частных и арендованных участках. Сегодняшняя проверка показала, мусора в Сочи становится меньше. Тем не менее, работать в этом направлении нужно продолжать. Чтобы было проще искать свалки, составляют адресный план. Всё, что увидели сверху, заносят на карту. Много очень бросового мусора. Обнаружены несанкционированные свалки. В меньшем количестве, надо откровенно сказать, чем в прошлом году. Но, тем не менее, почти 20 свалок мы обнаружили. Результаты облёта нанесены на карту, точки обнаруженные. Сегодня мы, уточнив их дислокацию, сообщим главам внутригородских районов, обеспечим их техникой для того, чтобы можно было оперативно ликвидировать несанкционированные свалки. Этот мусор будет убран и во время субботников. А вот появление строительного мусора на придомовых территориях в основном связано с действиями недобросовестных жителей, которые проводят у себя ремонт. Для устранения таких фактов на курорте созданы рейдовые группы. Представители муниципальных властей, ТОСов, домовых комитетов, квартальные совершают обходы по своим районам и выявляют нарушителей. Заметно улучшилась и работа САХа. Да, мы довольны работой. Где-то она хорошо. Редко бывает, опаздывают. А так, в принципе, нормально. Мусора меньше нет, потому что люди грязные. А САХ молодцы, убирают хорошо. В принципе, довольны. Это да. А так везде чисто. Ну, если люди себя как-то ведут, не очень культурно. Но, в принципе, убирают у нас. Все хорошо. Еще несколько месяцев назад позитивные отзывы от сочинцев вряд ли можно было услышать. Причина тому – невыполнение своих прямых обязательств руководства мусоросортировочного завода. Под их же управлением был ИСАХ. С 1 марта комбинат исключили систему утилизации отходов, а спецавтохозяйство перешло в руки мэрии. Результаты такой перемены стали видны за пару дней. Посетив ряд улиц центрального района Сочи, можно сделать вывод, что в целом картина одинаковая. Контейнерные площадки чистые. Вывозится весь мусор, в том числе и строительный. Увидеть можно только автомобильные шины. Но это не прерогатива САХа. Об этом должен позаботиться сам хозяин. Тем более, что в Ардане есть специальное предприятие. Кроме того, на контейнерных площадках часто видны и торговые отходы. Раздельный сбор мусора и установка контейнеров для ТБО и вторсырья, к чему и стремятся городские власти, все это будет бесполезным, если сами люди не начнут заботиться о сохранении чистоты. В большей части это касается предпринимателей и рыночных торговцев, которые оставляют мусор у контейнерных площадок, а платят за вывоз их отходов жильцы соседних домов. Хотя юрлица в том числе обязаны заключать договоры на услуги САХа. Нарушителей без документов и являют в ходе регулярных рейдов.